Всем привет, ребята, с вами Аня Покров, и это новый выпуск новостей! Алиса, Алиса, включи новогодица, мах и все круто. Алиса, сука, без музыки сегодня. Смотрите, какая у меня уже новогодняя обстановочка, я надеюсь, что у вас появилось праздничное настроение, потому что скоро Новый год, совсем чуть-чуть осталось. Я, кстати, слава богу, купила всем подарки, всем отправила подарки в Волгоград, здесь уже половину подарила, у меня такое прям счастье, радость, все дела. Но новости у нас сегодня будут жесткие. Поэтому пиши в комментариях, есть у тебя новогоднее настроение или нет, и погнали к новостям! Я говорю, начинаем сразу с жесть, начинаем разбирать интервью Пушки и ребят из Лимонад Хаоса. В чем она заключается, если вы не смотрели, я расскажу в краткости. Пришли ребята, Ксюша Хоффман и Вови Газину, это продюсер Пушки, и стали рассказывать очень страшные вещи, очень страшные истории про своего продюсера. Хочешь хорошее продюсирование? Я могу тебе это устроить, но взамен, взамен ты должен отдать то, что должен. Александра Исымбаева, они говорили о том, что он домогался до них, причем именно к мальчикам он приставал. Что я говорю, типа, Саш, не надо, и он начинает уже силы мою голову поворачивать. Ты слышал про другие случаи? Я их видел. То есть он плал ручку на коленку, залазил в трусы, пытался постоянно поцеловать, и раньше они не могли этого рассказать, потому что боялись, боялись, что люди им не поверят, и молчали, и все это терпели. Кто-то терпел дольше, кто-то сразу практически ушел из Лимонад Хаоса, но это полная жесть. Я верю лично в эту историю, но я считаю, что сколько там было, 6 мальчиков не могут прийти и говорить все как один, причем очень много повторяющихся фактов, то есть это нужно как договориться, как прописать эти истории, чтобы похайпить. Я верю в это, и это полная жесть, полный *** даже, я бы сказала, потому что очень страшно, что маленькие мальчики приезжают в Москву, у них сразу же представление о шоу-бизнесе рушится, им навязывают то, что только через постель, только деньги, здесь только секс. В принципе, это, можно сказать, насилие, и там были несовершеннолетние ребята. Короче, полная жесть, у нас Ярик тоже в шоке, мы все в шоке. Ксюша, Хоффман вместе с Вовой сделали целое расследование, то есть они в конце выпуска даже позвонили этому Александру, и он сказал, что... Это грязный хайп со стороны тех блогеров, которые привыкли хайповать. Он сказал, что будет ответочка, будет ответное слово 28 декабря. Уж не знаю, что он там скажет, но, скорее всего, будет оправдываться и все отрицать. Изнасилования не было, были только приставания, поэтому мне кажется, что он даже может выкрутиться. Надеюсь, что у него этого не получится, потому что эту тему уже знает слишком много людей, слишком много блогеров поддержали ребят. Ребята большие молодцы, все те, кто организовал, не побоялся рассказать о том, что с ними происходит. И надеюсь, что ему не получится открутиться и отплатиться, как сказать, и откупиться. Вот, я проступаю. Смотрите аккуратнее, чтобы с вами такого не происходило. Сразу же говорите, не молчите, потому что это мальчики. А теперь представьте, сколько девочек страдает от вот таких вот продюсеров. Жесть. А мы давайте пойдем к следующим новостям. Надеюсь, что они будут более позитивные. Я сейчас, кстати, смотрю истории Тёмы, нашего ватерфорка, бывшего участника Трим Тима. Мы с ним дружим хорошо. И он вчера высказался по поводу этой ситуации. Помогательство, симпай, все дела. Я не понимаю людей, которые покрывают это, потому что это... Очевидный объективный факт. Это было. Домогательство было. Тёмы говорит, домогательства были. И даже в его сторону какие-то попытки были. Значит, это точно правда. И покрывать Александра нельзя ни в коем случае. И вторая новость на сегодня. Фейс свел татуировки со своего лица. Но подождите, подождите. Я дальше расскажу. Короче, Фейс выложил новый трек и клип. Я в очках Луи Бетон и Тони Рейбан. Я звезда в Голливуде, Рональд Рейган. Где он полностью без татуировок. У него чистенькое лицо. А он такой весь красавчик. Краш. Вот, мне, кстати, реально понравился он без татуировок. И он написал в своем ВКонтакте. Да, я реально свел татуировки. Но, но... Но мы-то не такие простые. Мы пригляделись. И на видео на самом деле видно, что через огромный толстый слой тоналки проглядывают еще какие-то части татуировки. Поэтому мне кажется, что он все-таки их не свел, а просто замазал. И это такой пиар-ход перед его треком. Но не знаю, опять-таки. Посмотрим. Возможно, когда сводят татуировки. Никогда этого не делала. Сводят татуировки, там остается какая-то часть еще. Возможно, это так. Посмотрим. В любом случае, без татуировок он прям... Ничего. Я тучку забыла! Коля, я веду новости без тучки. Переписываемся заново. Солнышко, прости меня, пожалуйста. Я плохая мать, я плохая хозяйка. Все, я больше никогда так не буду делать. Бради меня, мама. У меня классная новость. Артур, хорошо, что ты пришел. Вышел трек четко. И клип самый дорогой, самый офигенный клип на трек четко. Сегодня будет волшебство. Накрываем смако стол и орем на весь танцпол. Эй, хорошо. Все очень хорошо. О котором я вам рассказывала, Артур, ну расскажи, давай. Рассказывай, давай. Ну как это было? Как клип снимали? Как трек? Короче, ребята, снимали мы клип, значит, двое суток по 27 часов без перерыва. То есть мы спали на лавочках, на полу, где угодно спали. Но это было очень долго мучительно. И знаете, что? Мы говорим... СМСки. Мы говорим, что это самый дорогой клип. И это не потому, что там супер дорогие декорации. Ля-ля-ля-ля-ля. А все потому, что мы очень долго снимали этот клип. Мы очень много кадров. Как вы сами понимаете, эти трюки с первого раза выполните просто Unreal. Ну, вот такие вот приколы. Так еще вроде бы я пришел сюда сам себя пропиарить. Ну да, это это шанс. Подписывайтесь на мой инстаграм, смотрите. На мой ютуб, на мой вк, на мой тикток. Короче, я уверен, что вам клип понравился. А трек-то вам понравился? Напишите в комментариях, он же офигенный. У меня все четко, четки, четки, четки. Девочки, девочки, девчонки спросят. Че ты, че ты, че ты? Мы шоу. И так всегда, когда я пою. Коллаб Дины Саевой и Беллы Борч. Короче, Дина выложила в своем инстаграме в сторис переписку их с Беллой, где Белла говорит, что она очень любит Дину, очень любит ее музыку, ее творчество. И она согласна на коллаб с ней. Угу, угу. Вот, после этого стали очень многие писать, типа, Дина хайпится на Белле. Но Дина сказала, что Белла ее кумир, она мечтает с ней встретиться, ее обнять. В любом случае, это очень круто, очень мило. И что она выходит на мировой уровень, это прям зачет. А сейчас будет супер грустная и супер важная новость в этом выпуске. Настя и Влад больше не в Dream Team House. Блин, так говорю, как будто кто-то умер. Так, все хорошо, все прекрасно. У них все будет супер, у нас все будет супер. Просто правда грустно. Они были с самого начала, мы жили вместе сколько, 8 месяцев. Мы все дружим. Я уверена, что будем дружить после того, как ребята уйдут. Они сейчас уже сняли квартиру, будут жить вдвоем, будут развиваться. Все будет прекрасно, просто немножко все равно не сошлись. Не в плане характеров, там, дружеских отношений, а в плане работы. И это была двухсторонняя фигня. Как двухсторонний скотч. Все, что не делается, все к лучшему. Я уверена, что ребята порвут и вдвоем этот мир. Мы будем просто рядышком и будем все равно общаться и поддерживать друг друга. Вот сегодня мы подарили подарки на Тайный Санта. У меня как раз был Влад. Я подарила ему гоупрошку. Он теперь сможет снимать влоги с Настюшкой. Не знаю, я уверена, что все будет хорошо. Поэтому вы не расстраивайтесь. Я тоже не буду расстраиваться. Мы вас любим и с ребятами будем общаться. Морген Штерн и Слава Мерлоу на первом канале. И вот настанет. Да перестань, тут исполни ты миг. Наконец-то вышел этот выпуск. Давай поженимся, где Слава в роли жениха пришел искать себе невесту. А с ним пришел Морген его поддержать. Впрочем, выпуск получился очень веселым. Мне кажется, не девственница, она обманывает. Слава сказал, что он избегает девушек с пониженной социальной ответственностью, заядлых блогерш и кого-то там еще. Отдаст свое предпочтение. Я говорю, как реально. И давай поженимся, понял? Этот загадровый голос. Ну просто меня можно взять в этот выпуск. Господи, сколько я болтаю. А выпуск получился очень крутым. Плюс там еще и сравнили сходство Моргена с Александром Васильевым. Это ведущий на тоже первом канале. Модный приговор. Вы очень похожи на Александра Васильева. Например, выражение лица, расположение бровей. Они реально жестко похожи. Начали говорить, что это его отец. Угорали в выпуске. Ну, получилось прикольно, что ребята, как обычно, придумывают какую-то х**. Ну как можно давай поженимся пойти? Говорят, что реально слава и любовь. Ой, а получается, что это были все новости на сегодняшний день. Кстати, ребята, вы помните, да, что на миллион подписчиков все ребята из Dream Team будут вести новости за меня. И мы посмотрим, как это будет. Это будет спецвыпуск. И еще, знаете, что я хотела? Посоветоваться с вами. Потому что с кем еще? Вы же мои зрители. Напишите в комментариях, какую рубрику вы бы еще хотели видеть на моем канале. А, интервью с гостями. Ну не просто интервью, а интерактивное интервью со всякими прикольчиками. Б, влоги, может быть, какие-то. И В, обычные видосы, распаковочка, чека, обзор на технику, обзор на мою косметичку и так далее. Напишите реально, это очень важно для меня. А, с новостями все. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Ну и вы помните, что я просила вас писать в комментариях. Я вас очень люблю, целую, обнимаю. Пока, до новых встреч и новых горячих новостей.